В разговоре с одним человеком мы обсуждали то время, когда всё было намного проще. Когда ты придумываешь интересную идею, генерируешь какую-то связку, запускаешь её, и у тебя всё получается. Приходят клиенты, покупают товары, которые ты рекламируешь. Всё легко и всё просто. Почему же всё поменялось? И как вернуть то время, когда было всё легко? Ну, время на самом деле его уже не вернуть. Оно было и оно прошло. Но сейчас тоже на самом деле не всё так сложно. Просто нужно делать в два раза больше, в два раза быстрее. Раньше у нас не было столько конкуренции, и раньше не было у людей такого большого выбора. Сейчас мир изобилен, производит очень большое количество продуктов. Эти продукты конкурируют между собой, и производство конкурирует между собой, и предприниматели конкурируют между собой, и инфобизнесмены конкурируют между собой, и онлайн-школы. Короче, конкуренция на везде, но есть такой большой плюс, вы знаете, там, где конкуренция, там и деньги. А если есть конкуренция, значит, этот продукт востребованный. И что нужно делать сейчас? Сейчас просто нужно придумывать много гипотез интересных, пытаться их быстро внедрять и на этом, соответственно, зарабатывать. Очень часто бывает, что мы придумываем интересную маркетинговую стратегию, придумываем связку, и она работает очень-очень короткое время. Мы с командой однажды внедрили одну связку, она проработала буквально два месяца, и всё, и потом она стала уже неактуальной. Людям, потребителям конечного продукта уже это всё приелось, эта идея приелась, и они не так активно уже приобретали наш продукт. Поэтому очень часто бывает, что нужно быстро придумать и быстро внедрить. Далее придумываем новую связку, и нам кажется, что мы делаем больше работы, но оно на самом деле так, работы мы делаем больше, но, соответственно, и получаем тоже за это больше. Единственный вопрос, да, как столько генерить идей? Где брать эти идеи? Как понять, что эта идея сработает? Ну, здесь, конечно же, помогает наставник. Если вы работаете с наставником, вы работаете с командой, это может быть команда наставника, или это может быть ваша личная команда, где все члены команды генерят какие-то идеи. Также это может быть комьюнити, сообщество людей, в котором вы находитесь. Это сообщество единомышленников, где такие же люди, как и вы, тоже хотят придумать интересную связку, интересную идею и внедрить её. И если они щедры, то, конечно же, они поделятся с вами, и вы можете легко её применить у себя в бизнесе. Если вы в такое сообщество попадаете, это очень здорово, это очень круто, и в этом сообществе есть всегда об кого подумать, поэтому ищите таких людей, где вы сможете взять вот что-то для себя новое и что-то для себя полезное. После того, как вы научитесь постоянно генерить и постоянно внедрять, соответственно, вы заработаете деньги, и вам не придётся самостоятельно всё это делать. Вы сможете уже нанимать подрядчиков, которые будут выполнять часть работы за вас, либо вы соберёте вокруг себя хорошую команду и будете грамотно делегировать, и у вас высвободится время, соответственно, вам снова станет легко.